Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провел совещание по вопросам обеспечения занятости и содержательной организации досуга молодежи. Государственная молодежная политика в нашей стране характеризуется адресностью и широким охватом. В частности, в прошлом году в 9406 махалях была налажена деятельность лидеров молодежи. Создана возможность локального решения проблем молодых людей. В результате продолжительность рассмотрения обращений молодежи сократилась с 30 до 5 дней. В настоящее время юношам и девушкам оказывается 25 видов помощи на основе рекомендаций лидеров. В целях решения жизненно важных вопросов и обеспечения занятости молодого поколения проанализировано социальное положение 9 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Для содержательной организации досуга и раскрытия таланта проводится Олимпиада пяти инициатив. На совещании подчеркнута необходимость продолжения и введения этой работы на качественно новый уровень. Главное, что государство выдвинуло инициативу о реализации программы «Школа жизни», направленной на профессиональное обучение и трудоустройство выпускников школ. Определено, что для полного охвата молодежи вниманием и поддержкой она будет закрепляться за государственными органами посредством системы от Махали до Министерства. Поставлена задача цифровизации процессов формирования и финансирования средств, выделяемых молодежи, обеспечения адресности этих ассигнований. Даны указания по поддержке предпринимательских инициатив юношей и девушек, развитию деловых навыков. Наша молодежь активно интересуется искусством, литературой и спортом. Чтобы расширить доступ к условиям, создаваемым в этих сферах, на местах будут проведены мероприятия «Караван культуры», фестивали, интеллектуальные и спортивные соревнования. Будут организованы молодежные аллеи и творческие парки. Отмечена важность создания и регулярного пополнения альтернативных информационных ресурсов для надежной защиты молодежи от деструктивного влияния. На совещании ответственные лица доложили о планах действий на текущий год. Руководителям государства были в первую очередь заслушана система организационной структуры вновь созданного министерства. Это Министерство молодежной политики и спорта. Синергетический эффект взаимодействия и объединения этих министерств должен заключаться в том, что 100% их деятельности и 100% деятельности министерства спорта, если объединить, то мы должны мультипликативный эффект получить. А для этого есть первое. У нас в каждой махале есть около 9,5 тысяч лидеров молодежи, которые уже в течение года знают, как работать с организованной молодежью, неорганизованной молодежью, которая учится и которая собирается учиться, которая ищет профессию. Есть и проблемные слои молодежи. Каждым из них должен быть индивидуальный подход. И руководителям государства было критично отмечено, что несмотря на имеющийся опыт, до настоящего времени как Министерство развития спорта, так и Агентство молодежи, они работали сами, своим опытом и не было взаимодействия с другими министерствами и ведомствами. Настало время, когда имеющийся наработанный опыт уже реализовать на системной основе путем взаимодействия и точного определения более 9 миллионов нашей молодежи, кто чем будет заниматься. Нужно найти те точки, кто-то захочет повышать свое профессиональное образование. У нас есть достаточное количество моноцентров, достаточное количество world skills, как мы говорим, навыков, практических умений. Это взаимодействие с Министерством сокращения бедности и занятости. У нас есть вопросы, которые мы можем работать, патриотическое воспитание молодежи, целую систему, Министерство обороны, Национальной гвардии, Министерство внутренних дел. У нас есть целые направления, где мы через 5 инициатив можем привлечь нашу молодежь, как мы делали это в прошлом году уже дважды, к занятиям спортом, к занятиям компьютерами и так далее. Поэтому вся эта система основана на том, что имея на сегодняшний день опыт накопленный, имея потенциал человеческих ресурсов, который есть доведен до каждой махали, и имеющиеся достаточные финансовые средства, которые выделены государством только на это направление, мы должны определиться с дорожной картой на 2023 год. И руководитель страны дал поручение, соответствующее, в ближайшее время мы будем отчитываться перед нашей молодежью, перед населением о тех направлениях, дорожных картах, которые мы будем готовить. Продолжение следует...